человек лопаточкой отвечает за свет свет цвет за цвет всем привет дорогие друзья с вами андрей лишаков арт-директор клик и сегодня я хочу с вами поговорить о том как больше снимать и при этом больше времени проводить с семьей либо друзьями близкими мы часто хотим снимать очень много но когда это в нашей жизни происходит все свое свободное время вынуждены тратить на отбор и обработку съемок коррекцию общения заказчиком эта работа поглощает абсолютно все свое свободно все наше свободное время я считаю что эта ситуация нездоровая и конечно так быть не должно начнем с того что один в поле не воин это простая истина которую нужно понять вам нужно работать в команде если вы делаете все один вы сами нашли заказчика сами договорились сами все организовали сами сняли сами себе ассистент потом пришли сами делаете отбор и сами ретушируете естественно съемка занимает огромное количество вашего лично вашего времени первое что нужно это планирование работы то есть если вы планируете снимать что-то в августе лучше об этом озаботиться заранее и начать планировать с июня искать локации подбирать их договариваться смотреть какая погода в августе знаете что вот в это время солнце падает вот сюда мне нужно приехать после чего вы планируете обработку фото договариваетесь с ретушером и в общем то как-то отдаете фотографии как правило срок после того как вы что-то начали планировать хотя бы в любом виде неважно даже если это будет ручкой просто в блокноте в вашем написано после этого вам нужно понять что нужно часть работ делегировать вы не можете все делать сам и вас нет компетенций по организации съемок по ретуши съемок и так далее вы классный фотограф но есть ретушер который занимается только ретушью и он в сто раз круче чем вы и за небольшие за небольшую плату он может с вами поработать и сделать вам ретушь намного лучше чем вы и намного быстрее почему не включить эту плату в свой прайс когда вы работаете сам на себя да сами на себя вы считаете себя автором единым неделимым таким творческой единицей вот творческая единица она состоит не из одного человека она может состоять из огромного количества людей производства например фильмов там огромная куча людей участвуют в производстве фильмы каждый считает что это его фильм потому что он внес вклад гример считает что это его фильм режиссер что это его актер, что это его. Да, это плод командной работы, но каждая часть команды может сказать, это мой проект, я принимал в нем участие, вот я делал это, вот смотрите, какой классный результат. Что нужно? Ну, часто в команде нужен арт-директор, арт-директор отвечает за идею, отвечает за бриф, и часто арт-директор отвечает за отборы. Человек, у которого есть определенные компетенции, который умеет идею воплощать в визуальные образы, и он делает брифы и объясняет фотографу, что тебе нужно снять вот это так, так и так, и будет круто. После этого он делает отборы и отсеивает то, что на его взгляд не соответствует первоначальной идее. Если у вас нет арт-директора, вы можете сами выполнять эту функцию, играть в Билли Миллигана и сами с собой разговаривать и отсеивать эти идеи. Если у вас есть такой человек, ну, скажите ему спасибо. Продюсер – это ваше все, это человек, на которого вы потом начнете молиться постепенно по ночам, когда у вас время освободится от ретуши фотографии от отборов. Выдача продюсера – организовать съемку, как вы ее задумали или как арт-директор ее задумал, и не выйти за рамки этого бюджета. Продюсер определяет, какие модели вместе с арт-директором и делать так, чтобы эти модели либо их замена появлялись на площадке. Не вы фотограф, все, вы этим не занимаетесь. Этим занимается продюсер. Классно же, правда? И продюсер еще может искать локации, либо говорить с людьми, которые ищут локации для съемки, чтобы вы просто приехали, и у вас все было примерно как задумано. Для этого нужно прописать четко в брифе, что вы хотите объяснить это продюсеру, и, может быть, какие-то референсы дать на локацию, и тайминг на площадке. То есть продюсер – это тот чувак, который ходит с кнутом и говорит «Так, ребята, у вас здесь еще час, потом нам нужно уезжать, давайте быстрее снимаем, смотрите, на этот сюжет там осталось 20 минут». Это очень полезная фишка, она заставляет вас собраться и работать по таймингу, и не делать лишней фигни. Стилист. То есть стилист отвечает, конечно же, за образ модели, за одежду, за реквизит. Часто стилист еще отвечает за еду, не в том плане, что поесть, а в смысле за еду, которая в кадре находится, да, фуд-стилист, например. У нас в команде, например, есть человек, которому нравится делать флэт-лей, а есть другой человек, который безумно фанатеет от всяких нарядов, одежд, луков и прочего. Она занимается у нас одеждой. То есть мы не грузим ее едой, потому что, ну, есть человек, которому объективно это больше нравится, у которого это круто получается. Стилист также может отвечать за декорации, придумывать какие-то декорации вместе с арт-директором и фотографом. То есть вы снимаете, например, квартиру, да, вот за то, что находится в этой квартире внутри, в интерьере. Отвечает стилист, как расположены предметы, какие они по цвету, как это все сочетается, почему вот здесь акцент надо добавить, там, какой-нибудь желтенький светильничек. Фотограф — это такой человек, который отвечает, собственно, за съемку, да, нажимает кнопку, делает отборы. Если со съемкой все понятно, с отборами все понятно, то что такое цвет? Смотрите, у многих из фотографов, с которыми я разговаривал, есть такая проблема, что они не могут отдать часть работы по ретуши. Они говорят, слушайте, нет, я же автор, я вот вижу этот кадр вот так, как ретушер может его сделать. Он же его сделает не так, как я вижу. Ну, конечно, он сделает не так, как вы видите. Вам нужно самим сделать цветокоррекцию. Ретушер ее адаптирует уже. Чистку вам делать необязательно, она не влияет на ваш авторский почерк. А вот цветовое решение кадра, как вы видите, какой цвет куда докрутить и общую контрастность, там, или гармонизировать цвета в кадре, вы вполне можете. Постпродакшн — это тоже важная часть команды. Здесь я выделил колориста. В случае, если мы говорим о съемке каких-либо видео, это человек, который красит видосы. Ретушер — все понятно, это человек, который делает чистку фотографий, там, определенным образом, грамотную, хорошую ретушь. А монтажер — это человек, который занимается видеороликом, делает монтаж, подрезает, обмонтирует. Есть колорист, есть монтажер. Они могут быть совмещены в одном, а может быть — нет. А может быть, у вас есть просто человек, который умеет делать и ретушь, и работать с видео. И, наконец, маркетинг. Вы опять можете сидеть ночами это все делать, а можете доверить это людям, которые, в принципе, профессионально ведут различные аккаунты в соцсетях и которые профессионально пишут тексты. Если у вас есть такое хобби, то, конечно, да. Но если нет, если вы просто хотите, вот я хочу просто фотографировать и все, и чтобы потом все было само. Вот, да, вам нужен СММщик и копирайтер. У вас должны быть какие-то из этих людей в команде, да? Не обязательно, что это может быть все. Может быть, это люди, которые совмещают какие-то функции на разных проектах. Знаете, как в кино бывает, что человек и режиссер, и продюсер фильма. Почему нет? У вас действительно появится больше времени на то, чтобы жить полной жизнью, общаться с любимыми людьми, с друзьями, и отдыхать, и напитываться эмоциями. Потому что, если фотограф не напитывается какими-то свежими эмоциями, если он выглядит как протухший баклажан, то он не может ничего нормального снять. С вами был Андрей Лешаков. Подписывайтесь на наши видео. Я желаю вам удачи. Пока-пока.